Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над священным писанием Нового Завета. И сегодня 6 марта, вторник, второй седмицы Великого Поста. И мы с вами, как и договаривались, в будние дни Великопостного периода будем говорить о книге «Апокалипсис». Другого времени поговорить об этом интереснейшем тексте у нас нет, ведь книга «Апокалипсис» не читается за богослужениями никогда в православной церкви. Поэтому вот когда у нас появляется эта возможность в посту, мы ее с удовольствием используем, по крайней мере, в прошлый год. Первый раз мы провели такой эксперимент, и вроде бы вам, дорогие телезрители, пришлось это по душе. И в этом году мы постараемся прочитать эту книгу максимально полностью. Именно поэтому мы сейчас очень быстро пробегаемся по первым главам. Я напомню, почему. Потому что первые 11 глав в прошлом году были нами прокомментированы достаточно основательно. Поэтому, кто хочет поподробнее, открывайте архив прошлогодний или читайте книгу Архимандрита и Януария «Комментарий на Апокалипсис». Сейчас же мы с вами попытаемся просто добежать до 11 главы, чтобы потом уже, после 11, говорить уже не спеша и более подробно. Чтобы все-таки хотя бы, скажем, за два сезона, за прошлый, за эту книгу «Апокалипсис» дочитать. Итак, сегодня мы с вами будем читать пятую главу, поскольку в прошлый раз читали четвертую. Очевидно, напомню, что четвертая глава – это описание небесной литургии, где вместе с сидящим на престоле Богом есть также 24 пресвитера. Здесь предъявлено как старца, но не совсем верно, если это не старики. Это именно пресвитеры, которые совершают эту небесную литургию. Напомню, пресвитеры – по-латински «сенаторы», а литургия – по-латински «республика». Вот так получается. Интересно, да? Литургические термины вдруг превращаются в политические. Ну, так оно бывает, это такие интересные нюансы языка. Итак, пятая глава, в общем-то, продолжает тему этой небесной литургии. Напомню, что если вторые и третьи главы – это были послания церквям асийским, то четвертая и пятая – это описание небесной литургии. Четвертая глава посвящена именно описанию сидящего на престоле, то есть самого Бога Отца и этих пресвитеров, этих четырех животных таинственных, загадочных. Вот пятая глава открывает тему Сына Божия, Иисуса Христа. И вот мы сейчас почитаем. «И видел я, я в десницу сидящего на престоле, книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достойно раскрыть сию книгу и снять печать ее. Никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу и не посмотреть в нее. Я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть, читать сию книгу и даже посмотреть в нее». Итак, будем сейчас постепенно, да, все, все, не станет, не будем читать, чтобы потом не возвращаться. Итак, «Сидящий на престоле держит в руке некую книгу». Ну, образ книги, как чего-то, где написана, скажем, какая-то информация от Бога, да, скажем, суд Божий над народами или какое-то пророчество. Это такой характерный символ. И вот эта книга, мы видим, она лежит на престоле, вместе с сидящим на престоле в деснице его, точнее говоря. То есть в правой руке. Это такой, получается, некий антропоморфизм, но все-таки Иоанн Богослов его допускает. Ну, что у Бога есть рука, и правая рука конкретно. Здесь мы, конечно, должны делать скидку, ну, просто потому что, ну, как описать Бога на языке человека? Ну, хотя бы какие-то человеческие черты в образ Бога добавить. Но всегда нужно помнить, что это лишь наша человеческая модель. Никаких рук в нашем понимании у Бога нет. Эта книга была написана внутри и отвне. То есть содержание ее было большое, потому что обычно книгу исписывали внутри, на гладкой поверхности. А с другой стороны, это же была, в каком смысле, книга свиток же, пергаментный свиток, да? С одной стороны гладкий, с другой стороны шершавый. И обычно на шершавой стороне не писали, но здесь написано и там, и там, да? Потому что содержание книги очень величественное. И вот ангел сильный спрашивает, кто достоин раскрыть, да? А что значит раскрыть? Значит, прочитать. Вот представьте себе свиток, и на нем есть печати, да? Чтобы свиток раскрыть и прочитать, нужно печать одну за одной снять, и уже тогда раскрыть. Вот это и есть содержание откровений, да? То есть мы говорим о том, что разворачивается цепочка на протяжении всей книги. Вот сейчас эта книга, этот свиток только появился, а еще его предстоит раскрыть, да? И узнать, в чем же тайна последнего времени. И вот здесь сказано, что никто не мог, никто не достоин ее раскрыть и прочитать. И плакал, даже здесь написано, да? Иоанн Богослов, потому что никто не может раскрыть. То есть получается, что как же, мы не узнаем, что будет. И никакого конца вот этим притеснением христиан, да? Этому торжеству несправедливости не будет, раз книга не раскроется, и тайна Божия не исполнится. Но один из старцев, один из пресвитеров, напомню, да? Сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, и может раскрыть всю книгу и снять семь печать ее. Я взглянул, вот посреди престола четырех животных, посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов, семь мячей, которые, суть, семь духов Божих, посланных во всю землю. И он пришел, взял книгу из десницы, сидящего на престоле, и когда он взял книгу, то четыре животных и двадцать четыре старца, пали пред Агнцем, имея каждый гусли золотой чаши, полный эфемиама, который суть молитвы святых. Сейчас мы прервемся. Итак, речь идет о том, что находится достойный. Это лев от колена Иудина. Мы знаем, конечно, что Господь, да, действительно происходил из колена Иудина, и очень часто метафорически называли Мессию действительно львом из колена Иудина. А лев как символ власти, царственности, величия, силы. И вот он победил, да, Сын Божий, Иисус Христос из колена Иудина, и он может раскрыть эту книгу и снять семь печатей. Он достоин. И написано, что Иоанн Богослов взглянул, и посреди престола четырех животных, посреди старца, стоял Агнец, как бы закланный. Вот здесь очень интересный момент, братья и сестры, и чисто христианский. Если мы читаем в целом книгу «Апокалипсис», она немножко производит на нас впечатление, похожее на некоторые даже иудейские апокалипсисы. Очень много действительно символов иудейских цитат, очень много судов божьих, казней различных, может быть, какого-то такого педагогических таких наставлений, обличений, как бы через страх. Ну, в общем, одним словом, посмотришь и думаешь, а что, кроме того, что здесь, допустим, встречается образ Иисуса Христа, какие-то еще христианские образы, что здесь, собственно, дохристианского с точки зрения содержания. И вот где-то просто такими очень глубокими и тоже символическими цепочками вкраплены эти подлинно христианские смыслы. Вот, скажем, здесь. Это называется так, что видит, точнее говоря, слышит провидец Иоанн Богослов одно, а видит он уже другое. Ведь смотрите, что ему говорят, старец ему говорит, пресвитер, «Лев из колена Иудина, а видит Иоанн Богослов, что Агнца как бы закланного». Вот в чем истинно христианский посыл апокалипсиса. В данном случае он таким вот тонким способом раскрыт. Если мы не заметим, не обратим на это внимание, то как бы пройдет мимо нас это. Ну, вот лев, вот Агнец. А на самом-то деле, смотрите, ожидания ветхозаветные заключались в том, что Мессия придет, как лев, растерзает, разорвет своих соперников, противников Израиля. А оказывается, что приходит Агнец закланный, который сам отдает себя за жизнь, и причем не только иудейского народа Божия, но и за жизнь всех народов, за то, чтобы с каждого человека был снят грех, и каждый бы имел возможность наследовать жизнь вечную. Вот какой истинно христианский смысл заложен здесь, причем так тонко, как будто даже неизначально и незаметно. Вот очень важно поэтому читать, конечно, книгу «Апокалипсис» вдумчиво, и обращаю внимание на все вот эти образы, переклички, перевороты. Например, перевернутая арифметика, мы тоже об этом поговорим позже. А здесь, в частности, этот метод, который называется «слышу одно, вижу другое». Слышу то, что говорят в Ветхом Завете, вижу то, как это исполнилось в Завете новом. Вот это, наверное, главный момент этой пятой главы. Ну, может быть, еще ее немного дочитаем в следующий раз. Сейчас у нас просто, как всегда, к сожалению, не хватает времени. Напомню, что мы сегодня с вами прочитали первую половину пятой главы. И также напоминаю необходимость для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великое от рады, утешение и наставление. Храни вас всех, Господь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!